Так, дорогие друзья, все, всем доброе утро, good morning, hello, bonjour, и мы продолжаем изучать высшую мудрость мира, притчи царя Соломона, Тора, это письменная Тора, и про кого Бог сказал, что он был мудрейший из людей, Яков Шатанина смотрит уже, и, значит, нам повезло, как говорится, Ашрейну Матов Хелкену, счастливы мы, как прекрасен наш удел, что мы можем вот так с утра спокойненько сесть возле своих компьютеров, телефонов, и тепло, сейчас зима, а на улице плюс 4 в Тиве, да, и кто-то, Дамир, в Казахстане, Алекс Чудеевич, Чудеевич, где-то в другом месте, наверное, не в Казахстане, Игорь Петельников, Вадим Сривный, добрый день, дорогой друг, все, всем доброе утро, шалом, и, значит, мы можем вот так вот удивительно, совершенно в таких, в мирных условиях, слава Богу, я думаю, что никого здесь сейчас нету, который из, например, ну, воюют сейчас где-то только в Донецке, да, ну, там в той области воюют, да, в остальных местах мир, и вот нам очень повезло, мирное время, интернет, вообще, все чудеса цивилизации нас окружают, и, значит, мы продолжаем изучать, сегодня у нас 17-й отрывок, значит, было у нас так, в 16-м отрывке нам сказал царь Соломон вот эту фразу, которая, ну, она очень такая, она везде распространенная, что семь раз цадик упадет и встанет, а злодей один раз упадет, а злодей, злодей дословно звучит 17-й отрывок, вернее, 16-й, тишево и поль цадик, потому что семь раз упадет цадик в Акам, и он встанет, да, это очень для нас большой урок, что праведник, да, первый урок, это что праведник может упасть, у него могут быть всякие еридот, плохое настроение, там, ну, в общем, не получило что-то и так далее, семь раз упадет цадик и встанет, то есть праведник, у него есть вот эта вот сила вставать, откуда эта сила? От Бога, потому что у него есть вот этот вот, вот, как бы, зацепка, да, за Бога, и он поэтому называется цадик, праведник, потому что он зацеплен за создателя мира, и он говорит, я же не для себя встать хочу, он говорит, я хочу встать для тебя, прославлять твое имя, дальше служить тебе, да, у меня были разные, там, в моем духовном развитии были разные спады, но у меня эта цель такая, чтобы тебе служить, и Бог его, оп, ему поднимает, помогает ему встать, вырешай им, а злодеи и кашлубра, они будут спотыкаться о свое зло, а встать им неоткуда, потому что пока мисс злодей преуспевает, у него есть, как бы, такая позитивный настрой, да, он думает, ну, прет, да, тут украл, там украл, здесь украл, то сделал, там, да, а потом он упал, а ему не за что зацепиться, то есть у него нет никакой силы, кто ему поможет, Бог ему не поможет, понятно, это мы закончили в прошлый урок, 186, и сегодня у нас 17 урок, 17 отрывок, и он говорит вообще интересную вещь, то есть очень такая парадоксальная вещь, которая часто случается в жизни, но вот не было, например, ну, я уверен, что у каждого такое случалось в жизни, но при этом нас не учили, как с этим быть, то есть, или я не знаю, кто нас учил, и откуда они брали информацию, вот здесь от Бога идет схема, да, царь Соломонам передает схему от Бога, очень схема странная, бенполь ойвеха альтисмах, когда будет падать твой враг, не радуйся, то есть там нам закончили в предыдущем, что злодеи упадут и не поднимутся, и тут же говорится нам, когда упадет твой враг, не радуйся, как не радоваться, когда враг упал, как вообще, это же не, ну, удивительно ведь, теперь дальше, не радуйся, уби кашло али агэль и бэха, и когда он споткнется, пусть не ликует твое сердце, значит, здесь есть, здесь есть, значит, ну, несколько таких важных уроков, да, первое, есть радость, вот эта симха, то, что на иврите перевод называется симха, и симха это такая фоновая радость, то есть она не без плесков особых таких, она просто радость, а есть гиль, да, то, что называется, диль я диль, это ликование, даже похоже слово на ликование, когда что-то произошло, и ты, вау, такой прям всплеск радости, теперь, как написано, когда упадет твой враг, все, он уже упал, не радуйся, потому что тут тебя накрывает такая постоянная радость, нету врага, все, теперь и, но когда он споткнулся, он еще не упал, пусть не ликует твое сердце, потому что он только споткнулся, и ликует его, ну, ты можешь, вау, классно, он споткнулся, почему, дальше объясняет царь Соломон, в 18-м отрывке, Пен и Ре-Ашем, может быть, тут это не точно, но может быть, может быть, увидит Бог, здесь используется вот тот Бог, который создатель всего, именно Бог, который за пределами, за пределами схемы, да, увидит Бог, вы раба и наф, и будет это злом в его глазах, вы ишив меалав апо, и он от него уберет свой гнев, что имеется в виду, значит, смотрите, ну, первое, вот есть у тебя враг, да, у кого-то есть враг, и этот враг, он тебе делает зло, там, ну, такой, реальный враг, теперь, а ты такой хороший человек, и он тебе враг ни за что, но хотя такое сложно представить, потому что мы знаем, что мы живем в мире причин и следствия, этот мир очень структурированный, где бросишь семечко в землю, уже пошли какие-то законы, я слышал такое интересное, как бы, объяснение, что если бы мы точно знали законы, абсолютно точно, то вот когда бьешь бильярдный шар, бьешь его кием, да, палкой такой, шар катится, если мы точно будем знать направление, там, вектор движения, сила удара, законы, там, сопротивления материалов, как он ударится, то можно было бы просчитать очень точно, куда этот шар попадет и где он остановится, потому что в этом мире он очень механистичный, это так объясняли создатели НЛП, объясняли они, ну, другой принцип, они объясняли там, дальше было продолжение, что с живыми существами по-другому, потому что если ты пнешь ногой кошку, которая полетит, то кошка на воздухе может менять траекторию, ты не можешь просчитать, как она поменяет траекторию, у нее есть, ну, как бы, свобода выбора относительная, да, свобода, ну, как двигаться, то есть ты не можешь просчитать, просчитать траекторию полета кошки, теперь, но, это, как бы, это законы наблюдаемые, а есть же законы еще внутри этого, потому что если ты ударил бильярдным шаром по, кием по бильярдному шару, то это механика, а если ты ударил ногой кошку, это уже включаются духовные законы, потому что если ты пнул ногой кошку, это зло, то есть зачем ее пнул, то есть это ты сделал зло, и пошел каскад духовных движений, кошке больно, она сигналит, есть у кошки тоже духовно ее, как бы, то, что кошку заставляют двигаться, у нее тоже есть своя кошачья вот эта вот животная душа, она вверх там в духовный мир сигналит, и пошел, пошло по каскаду, там что-то записалось, как написано, что посмотри на три вещи, ты никогда не согрешишь, не согрешишь, айнроа, то есть глаз видит, это божественный глаз, грубо говоря, да, вот этот вот глаз видит, айнроа, озеншумаат, ухо слышит, выкольма асэхай, все твои дела, бесефер нихтавим, все записываются дела в книгу, на небе книга записана, и дальше в этой книге решается, что дальше с тобой делать, теперь, так, какое-то имеет отношение к тому, что мы сейчас изучили, значит, смотрите, вот есть какой-то злодей, и он упал, тебе становится радостно, ты радуешься, ааа, класс, вот злодей еще, так тебе и надо вообще, и ты радуешься, а в этот момент ты внутри себе говоришь, мало тебе еще, тебе надо руки, ноги повытирать там, и вообще, ну и так далее, то есть человек иногда в ярости, он может такое сказать, что, ну, прям удивляется сам потом, теперь на небе все относительно, то есть все, нет четкого мерила, да, для кого-то, например, вот сидит какой-нибудь человек такой, в, допустим, возьмем там еврей какой-нибудь, да, который, вот он сидит в субботу, да, он не соблюдает шаббат, он, значит, там вообще сидит, бухает с какими-то там злодеями, и они думают, убить кого-то или не убить, и он такой говорит, не говорит, сегодня шаббат, убивать не будем, и, значит, на небе праздник, ура, типа, он садик, то есть относительно его уровня в данный момент, он совершил поднятие там на, грубо говоря, 50% от того, что было раньше, потом он взял там, например, шаббат, и, например, свет не выключил, да, думает, шаббат сегодня, не буду выключать свет, и не выключил, теперь, для него это каждое его действие, оно является для него, для него ростом и таким прям ничего себе, он растет, для другого человека, какой-нибудь садик, да, вот он уже садик, и он сидит в шаббат, и думает, вот мне сейчас надо еще там выучить пять листов Талмуда, а я только четыре выучу сегодня, и он, значит, все, на небе преступник вообще, совершил преступление, он, значит, вот это, вот это шаббат, значит, вот так вот ему, да, и, значит, то есть все в этом мире относительно, теперь, когда Бог на кого-то шлет наказание, и ты в этот момент смотришь на него, то в этот момент на тебя тоже включен прожектор, как ты на это отреагируешь. Если ты говоришь, первое, правильно его наказали, за все ему то, что он делал, надо еще хуже делать, в этот момент ты включил на себя закон, что с тобой будет, это раз. Второе, если ты проявляешь излишнюю жестокость, если ты проявляешь, что в Торе запрещено мстить, быть злопамятным и так далее, то все это преступление, и ты в этот момент как бы становишься мерилом того, что надо было делать с ним. Если твое, тот грех, который ты сейчас делаешь, становится выше, чем его грех, то ты с него снимаешь наказание. То есть ты просто с него снимаешь наказание и на себя его забираешь. Кому это надо? Я вспоминаю историю, я читал историю про путешествие Робина Ахмана из Бреслова в землю Израиля. Это было когда еще там лет 200, когда он жил, около 200 лет назад. И у них был тяжелейший путь вообще, они там, как они плыли через Стамбул, корабли, военные действия, там, ну, жуткая была история. И вот на обратном пути был он и его один помощник. И, значит, они останавливаются в какой-то гостинице. И было там еще два еврея каких-то. И один из них начинает над ним, над Робина Ахманом, начинает там над ним смеяться, издеваться, там, все, позорить его. Этот помощник говорит, давайте я скажу, кто вы вообще, ну, что вы велите такой человек. А Робина Ахман говорит, не надо, не надо, говорит. Я сейчас вот, то, что он меня так позорит, я себя сейчас снимаю, такие там, ну, какие-то с меня снимаются, ну, преступления, да. Не преступления, в общем, что-то я себя этим снимаю, да. То есть, когда человек терпит вот такое его позориться, он снимает и сам при этом не гневается, он себя снимает там много чего. И, значит, тот его, короче, Робина Ахман нападал, обзывал, оскорблял, все такое. В общем, Робин Ахман, он от этого очистился, а тот человек в течение года умер. Понятно, да? То есть, система работает, нам сообщили, как она работает, поэтому, если ваш враг, он упал, то просто отвернитесь, советует царь Соломон. Просто не радуйтесь, не смейтесь, ничего, и даже не говорите правильно, его Бог засудил. Просто не обращайте внимания. И все. Занимайтесь собой, так он нам советует. Не надо, не надо, как говорил царь Давид, это был папа царя Соломона, он говорил, сур мира, отодвинься от зла, выосе то, вы делай добро. То есть, ты всегда можешь перефокусировать свое внимание на то, что ты должен делать, что ты можешь делать, что ты сейчас, в данный момент, что для тебя будет полезно делать. И убрать свое внимание от того, что тебе вредно делать. Так вот, здесь написано, что смеяться и радоваться падению врагов нельзя. Двигаемся дальше, да? Дальше, в девятнадцатом отрывке написано так. Аль-Тидхар бемиреим. Аль-Тиканебер и шаим. И опять же идет к нам, как бы, такой месседж, как относиться к злодеям, как относиться к обманщикам, да? Тем, кто делает зло и злодеям. Значит, Аль-Тидхар. Аль-Тидхар, здесь переводят девятнадцать. Не негодуй на злодеев, не завидуй нечестивым. Значит, Тидхар Тахаруту. То есть, это соревнования больше, да? Вот, смотрите, есть какой-то злодей, например, и ты думаешь, вот он там, этот злодей преуспевает. А у человека включена зависть. Нам уже говорили, что не завидуй злодеям. Но это легко сказать и очень сложно сделать. Когда ты видишь, когда у кого-то что-то получается, еще он злодей. И ты думаешь, вот вообще, я стараюсь, там, на уроке Торы хожу, шаббат почти соблюдаю, почти кошерно ем, там, три раза в неделю ем, три раза в неделю не ем. В общем-то, ну, там, не ругаюсь, ну, не бью почти никого, да? То есть, я уже почти царик. А вот этот вот, да-да, вот этот злодей рядом, он, значит, шаббат не соблюдает, значит, ну, и так далее. Ну, в общем, как бы, начинаешь его судить. То есть, как понять, что он злодей? То есть, ты должен его запихнуть в рамочку, что для тебя злодейство. Причем, очень часто, еще раз, в ту рамочку, в которую мы другого запихиваем, мы тоже влазим. И поэтому, поэтому в Талмуде даже написано, что человек не может завидеть, увидеть у другого того, чего в нем нет. Коля посель, бомо посель. Каждый, кто другого делает посульным, ну, посульный это ущербным, так он своим ущербом его делает ущербным. То есть, когда я говорю про другого, что он там что-то делает плохое, то я-то тоже, видно, это делал. Ну, то есть, раз я знаю, что он делает, значит, понятное дело, что я где-то там тоже был. Так вот, когда человек другого называет злодеем, то в этот момент у него может быть зависть к результатам этого злодея, да? А у него все вроде бы хорошо. Что значит все вроде бы хорошо? Смотришь там, вот, например, я могу так сказать. Вот есть несколько людей, которых все считают мегауспешными вообще. То есть, внешне, а как судят успешность внешнюю? Только по деньгам, по результатам таким, да? Внешность, улыбки, там, Инстаграм, Фейсбук. И вот эти люди, они все в улыбках такие, все прямо, ну, как бы внешне успешные. А я их знаю сблизи, изнутри, да? И они дико несчастные при этом. Я знаю точно, что они в депрессухе, они не знают, что делать, у них путаница в жизни. Вот такая вот Санта-Барбара, вот такая вот, да? И у них внешняя картинка, она хорошая, красивая, внутри нету счастья. Но бывают, возьмем даже по-другому. Возьмем случай, когда он злодей, ему действительно прет. Царь Соломон нам говорит, не соревнуйся с ними. То есть, ты не начинай с ними соревноваться в результатах. Это неравное соревнование. Если вы вступаете в соревнования или в конфликт со злодеем, у него всегда есть преимущества. У него нету правил, он может вас по-любому подставить, кинуть там. Ну, то есть, с ними, честный человек с ними бороться не должен. Он от них должен отдаляться и позволить злодеям бороться со злодеями. То есть, как есть в Перте, вот есть очень хорошая такая Мишна. Там говорится так, что Гилель, он увидел гулголитых ад. Он увидел череп один, который плыл по реке. И он показал на этот череп пальцем и сказал. Аль де атаф и тафух. Потому что ты топил, тебя утопили. В эсофо, ма атафаях и тафун. Но в конце концов, утопившие тебя будут утоплены. То есть, это позиция по отношению ко всем злодеям. То есть, если ты топил, на каждого злодея есть 10 других злодеев, которые с ним соревнуются. Да, он людей каких-то по ходу дела, он людей каких-то там ранит, делает им больно. Но опять же, Бог, хозяин мира, он же за всем следит. Если кому-то Бог позволяет, чтобы ему было больно, то, в принципе, эта боль, она тоже нужна для этого человека. То есть, эта боль, она для него является инструментом улучшения, исправления, пробуждения, еще чего-то. То есть, понятное дело, что мы должны бороться со злом. Но при этом, как бы, написано здесь, не борись со злодеями. Не соревнуйся со злодеями и не завидуй этим тоже злодеям. Почему? Следующий отрывок, он нам отдает ответ, почему. 20-й. Ти-ло-ти-е-а-харит-ля-ра. Нет никакого последствия для зла. То есть, у зла в любом случае нет у него никакого продолжения. Нет продолжения для зла. Нер-ри-шаим-и-дах. Свеча злодеев потухнет. Это факт. Самый большой, конкретный злодей последнего столетия, столетия, может быть, даже тысячелетия. Это был, кто? Это был Гитлер. И Макшмо Вазихров. Пусть отрется его память. То есть, это был человек, который был конченый вообще с рождения. Его все чморили. Он был вообще там нищий, ну, какой-то убодий вообще, ну, ущербный человек. Потом был у него какой-то взлет на какой-то, у него был взлет на какой-то очень короткий период. Он рассказывал, что это тысячелетний рейх там и так далее. Но итог его, он, ну, был просто сумасшедший, который послужил орудием каких-то больших процессов, да. И в итоге он закончил жизнь самоубийством. 12 лет продлилась всего лишь его тысячелетний рейх. И все нацисты, все преступники, все, которые были с ним в одной команде, всех их уничтожили. То есть, он, все получили по заслугам, все до единого. И, ну, то есть, мир работает по системе. Он работает по системе с момента сотворения мира. И эта система звучит, как вот здесь в 20-м отрывке. Значит, нету продолжения узла. То есть, зло, Карл Маркс, например, второе зло. Вот был человек, который придумал, что все надо у всех забрать и поделить. Да, какой у него был конец? Умер в нищете, в Англии 10 человек, 11 человек перешло на похороны. То есть, его, как бы, человек, который создает зло, его это зло накрывает. Троцкий. Было написано, что Сахар Высоцкий. Нет, Чай Высоцкий, Сахар Бродский, вся Россия Троцкий. То есть, был какое-то время Царь Горы вообще. Захватил всю Россию, концовка, вытянули его в Мексике. Он жил там в каком-то, как и знании. И ледорубом получил в голову концовка его. Да, как написано в 20-м отрывке. Свеча злодеев погаснет. По-любому. Ленин. То же самое. Этот самый. Кого бы мы не возьмем. То есть, если мы возьмем злодеев. Саддам Хусейн. Вообще был царь царей. Он сделал, ну что он себе творил при жизни. Какие он себе ставил там мавзолеи, армия. Все, вообще непобедимый Саддам Хусейн. Конец жизни. Висел как, ну нельзя сказать, как собака, а то обидятся любители животных. Висел он на виселице. И все, без всяких сложностей. Бин Ладен. Что с ним стало? Ничего с ним не стало. Убили и пепело развеяли по морю. То есть, конкретно, конкретно написано здесь. Царь Самон жил 2800 лет назад. И он говорит нам, хорошим людям. Не соревнуйся со злодеями. Почему? У них есть, на краткосрочной перспективе у них есть преимущество. У них нет правил. Они пытаются урвать свой кусок любыми путями. И поэтому у них может быть этого куска больше. Не завидуй им. Написано, да. Не завидуй им. То есть, возьми свою зависть и направь на хорошее. Что за хорошее? Это приобретает качество праведников. Какие качества у праведников? Настойчивость. Такое спокойствие. Гармония внутренняя и так далее. То есть, то, что выращивает долгосрочные плоды. Есть плоды краткосрочные. Да, вот эти все такие. А есть плоды долгосрочные. Написано, сон труженика, земледельца сладок и приятен. Много ли он заработал? Мало ли он заработал? Это мы уже учили раньше. Он себе землю попахал, посеял зерно и мухаро. У него одна мысль. Только бы дождь. Все. У него и ворон отогнать. Теперь написано, а богатому ему сытость не дает уснуть. Потому что у него миллион проектов. И в принципе его преимущество. Тоже там царь Соломонас научил в предыдущих главах. Что, значит, когда у человека приходит много денег, увеличивается количество тех, кто эти деньги съедают. А в конце, что у человека осталось, только что он их видел. Потому что, в принципе, по большому счету человек в могилу заходит голым. Деньгами этими он особо не пользуется. Там я знаю очень много богатых по-настоящему людей. И они, в принципе, все время работают. И как бы их уровень пользования или их уровень достаточности, он очень маленький. То есть они очень совершенно такие аскетичные достаточно люди. Потому что если они начинают своими деньгами обжираться, это все капец. То есть если человек, он не аскет, у кого много денег, да, то его деньги сразу убивают. Просто задавливают его. Как только он начинает в загул идти, у него очень большой маховик, вот этот диапазон разгула. То есть наркотики любые, то есть все пятое-десятое. То есть если он идет в загул, все, сгорает, вот так, как мотылек. Поэтому те, кто долгосрочно богатые, такие как Орен Баффет, например, Билл Дейтс и так далее, они аскеты, конкретные аскеты, которые пользуются малым, имеют миллиарды, а живут вот в очень в таком аскетичном формате, да. Теперь, значит, еще раз говорит нам царь Соломон следующее. Не соревнуйся со злодеями, не завидуй им, нечему завидовать. То есть даже если кажется, что у них что-то хорошо, не завидуй. Телотия Харитляра. Нету продолжения для зла. Ни в этом мире долго оно не длится, ни в мире грядучем, тем более у них нет мира грядучего, нет рая, ничего у них нету. Нер, решаим и дак. Свеча злодеев погаснет. Все, свеча у них погаснет и до свидания. Все. И вот мы сегодня на этом заканчиваем. Заканчиваем мы сегодня 187 урок. Давайте сделаем выводы. Первый вывод какой? Какой? Не радоваться, когда злодеи падают. То есть вообще знать, что они упадут, и пусть они сами себе в своей каше варятся, как пауки в банке. Вообще на них не смотреть, не разглядывать, от Инстаграма отключиться. Второе. Второе. Знать, значит, а чем заниматься. С ними не соревноваться. То есть здесь нам пока объясняли, не чем заниматься, а именно чем не заниматься. Не завидовать, не соревноваться и точно знать, что зло будет наказано. Все, это мы должны знать. И освободившееся время направить куда? На заповеди, изучение Торы, делание добра, молитва, медитация, спорт, здоровый образ жизни. Все. То есть именно выстраивать себя максимально спокойно, гармонично, правильно, по божественному плану. Все. Я вам желаю, выстраивайте себя по божественному плану. Не смотрите на грешников. Я знаю конкретно, что ничего у них хорошего в жизни нет. И даже если это есть, то это краткосрочная перспектива, которая быстро сгорает. Все. Удачи, успехов. И сделайте свои выводы. Обязательно сделайте свои выводы. И эти выводы расскажите людям, поделитесь ими. Потому что, ну, очень важно именно печатать свое мышление, свое сердце. Вот эти вот слова мудрости. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok